сказка закончилась она полностью выскакивает у меня и опять русская водка красавчик какой суровый жихаревский баскетбол идемте выйдем лучше на балкон привет я нахожусь в поселке жихарева ленинградской области где-то неподалеку расположены заброшенные поселки назиевского торфа предприятия или русская америка есть еще такое название так могла бы выглядеть наша цивилизация если бы ее покинули люди давайте отправимся туда и посмотрим а суровый жихаревский баскетбол врываюсь на футбольное поле суровый жихаревский каток только для максимально крепких хоккеистов давайте дам краткую справку о том, что вообще происходит это рабочие поселки, которые были образованы для добычи торфа для местной кировской ГРЭС поселков было 8, но после войны 3 из них уже не восстановили и осталось 5 мы имеем 5 заброшенных поселков в котором ввела узкоколейная железная дорога вот сейчас я иду по грунтовой дорожке кажется, на самом деле это как раз таки место вот этой вот узкоколейной железной дороги здесь еще даже кое-где сохранились шпалы сейчас найду и покажу вам и вот эта узкоколейная железная дорога соединяла станцию Назия с этими рабочими поселками названия забавные были у станции узкоколейки 41-й пикет, 2-я платформа, 128-й пикет, 186-й пикет и 5-я платформа соответственно, я вот подбираюсь к 41-му пикету иду по вот этой грунтовой дороге, которая раньше была узкоколейной железной дорогой вот смотрите, остатки этой узкоколейной железной дороги шпал, из которых соорудили переправу через вот эти гигантские лужи, которые идут повсюду так что здесь нужна очень хорошая обувь или квадроцикл итак, первый апдейт поселок номер один оказался жилой все заброшенные дома, которые тут были они сгорели и уже уничтожены пообщался с местной жительницей, которая сказала, что в первый и второй поселок ехать вообще не стоит что там нет никаких заброшенных строений активно идет строительство нужно ехать в третий, четвертый и пятый дорога максимально страшная здесь такие ямы мне кажется, здесь не проедет даже грузовик только либо пешком, либо на велосипеде вот буду штурмовать сейчас эти ямы итак, добрался до поселка номер два здесь ситуация такая живут люди, дачники и очень много людей и дачников но при этом соседство с вот такими разрушенными, заброшенными домами сейчас немного пройдусь по поселку и покажу вам вот эти разрушенные дома по всей видимости, жилой дом был вот так сейчас он выглядит поселке номер два снова правильно? тогда еще есть довольно стоя разрушена 4 2 3 2 домик поселке номер два домик уже под снос полов уже нету такой домик в поселке номер два уже совсем аварийный под снос полов нету но занавесочка красота это был жилой дом здесь уже никто не собирается жить смотрите какая прелесть телевизор смотрите какой прекрасный мостик сохранился здесь и вон она что это пожарная башня домик станционных смотрителей стражевая башня не знаю очень высокое строение кладбище советского автопрома что это шестерочка у нас или троечка в кустиках тут стоит кстати в хорошем состоянии не сиденье все и руль ребята мне кажется на на ходу будут уже видно остатки узкоколейной железной дороги вот видите шпалы старые шпалы которые и тут и там это вот надо сейчас вот это вот вытащить ее нами не той стороной зафигачила правда же ведь на все верно вот видите света 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 вот она полностью выскакивает у меня это правда ну да вы сделали две педали одинаково на эту педаль не прикладывайте усилия прикладывайте на вторую а эту как бы просто проезжать бабулечка на стелсе каретка болтается педаль отвалилась бабулечка без ключей я тоже у меня нет таких ключей там старый ключ под болт помог не как смог прикрутил этот болтик а ей ехать 10 километров она сказала вот по такой дороге на этом стелсе раздолбаном ну она сама призналась что наверное будет добираться целый день и к ночи прибудет в свой пятый поселок сказка закончилась началась максимальная жесть места где ничего не проедет друзья добрался в третий поселок и здесь похоже есть какая-то жизнь хозяйство что друзья все больше и больше разочаровываюсь в интернете и в комментаторах наших в этой затее сказали местные жители что осталось два дома заброшенных и два не заброшен это поселок номер три посоветовали как сходить туда можно и вот сейчас я иду пешком сказали велосипед лучше оставить потому что велосипед можно потерять по дороге трава здесь конечно по пояс да какой по пояс в рост человека трава смотрите ой даже выше роста вот это да друзья это вот такое единственное здание которое стоит здесь поселке номер 3 не удалось отыскать больше здесь в принципе нет ничего пойдемте внутрь посмотрим есть вот такая инсталляция сумочка шанель столик для вот вход барак мы здесь так ну что здесь уже нет полов здесь уже нет окон потолок обваливается соседней соседней комната так поднимаемся наверх здесь все есть вот так второй этаж вот так все ребята здесь уже нет это туалет красавчик какой смотрите деревянный нужник здесь на полке калоши ведро и старая газета вторая часть барака здесь письменный стол столик и вид из окна смотрите какая красота вот здесь предметы быта это старенький ножницы дуршлаг и ситечка и какая-то кухонная утварь возможно это было кухонька здесь печка кладовочка столик и комната смотрите здесь есть газеты вечерний ленинград советская какая-то еще родная литература еще газета чем здесь осталось периодика пойдемте выйдем лучше на балкон давайте возвращаться чья-то одежда висит и комната комната и зеркало друзья какая красота посмотрите здесь артефакты водка русская и вино крепкая белая тоже печка это залаз на чердак слушайте чердак и крыша у этого здания это лучшее что сохранилось смотрите даже в приличном состоянии вот вид в одну комнату вид во вторую ладно я дальше не пойду настало время покидать большой барак в поселке номер 3 барак уже совсем разрушен комментаторы в интернете писали что здесь еще что то есть на самом деле ничего здесь уже нет это типичный барак в котором жили работники торфа торфа добывающего предприятия это коридор и комнаты направо и налево единственный уцелевший барак в деревне номер 3 в поселке номер 3 и выглядит он вот так время ничего не щадит поэтому если вы хотите побывать на вот такой вот старенькой заброшке в поселке номер 3 жихаревского назиевского торфа предприятия вам следует поторопиться потому что он уже совсем развалился ну прям ну очень сильно и те кто писали в интернете что здесь еще что то осталось на самом деле очень мало чего осталось еще какой то домик развалюшка ну и вот домик ну или например вот такой домик и 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 по всей видимости дворец культуры в лесу лес практически как в камбодже давайте сейчас проверим этот дворец культуры или или что это такое нет это жилой дом жилой барак был видите пол уже отсутствует совсем прям отсутствует пол ну и вот буду выбираться отсюда закрываю двери за собой укромный такой домик это деревянные какие-то постройки домики дерево конечно время совсем не щадит все рассыпалось ну и люди наверное помогли активно еще один уцелевший барак в поселке номер пять и его состояние даже даже лучше чем остальных а коридор комната и здесь нет пола следующая комната и тоже самое но есть люстра что здесь кухня кухня в голубых тонах и открытка бабушка поздравляем тебя с новым годом и опять русская водка вот она марочка это наверно кладовка печь давайте пойдем второй этаж свисит коврик третий этаж друг комната еще комната все плохо стена такой есть ужастик silent hill вот эта стена silent hill а кладовочка а это наверно туалет точных туалет шинель бери шинель пойдем домой и кухня опять в голубых тонах но окно немножко пострадала в общем барак это тоже уже весь уничтожен есть проход третий этаж и на чердак туда не пойду что я бы на чердаке другом месте а вот на балкон вот вот на балкон я схожу вот вид с балкона такой барак барак выглядит снаружи уже очень мало что от него осталось практически ничего это по всей видимости здание почты потому что здесь решетка на окне такое вот серьезное сооружение может быть это банк был на азиевский вот такой домик него тоже уже остались практически рожки-доножки настало время покидать русскую америку поселок номер пять торф разработки и я вам сразу скажу это место не стоит того чтобы сюда приезжать вы потратите очень много сил вы завязните в грязи по уши будете грязные ваша машина велосипед или на чем вы там приедете просто не отмыть от грязи она впечатлений я не уверен что вы получите достаточно я добрался сюда купился на эти отзывы в интернете и знаете могу сказать что я не рекомендую все эти поселки к посещению все пять поселков может быть поселок номер пять если уже вас сильно манит вот такое сталкерство но я скажу вам что здесь абсолютно в принципе нечего смотреть это небольшая башенка уже очень сильно разрушена но и два барака собственно если вы готовы 20 километров пути проделать по бездорожью по жуткому чтобы посмотреть на настроение может быть лично я свой выбор сделал вы были на канале 26 колесо всего хорошего пока ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok